Мы в ответе за тех, кого приручили таинственную и увлекательную историю про маленького принца в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра губернаторский и приглашенного актера из Москвы, готовы представить на всеобщее обозрение. Наша съемочная группа проследила за ходом репетиции в Ленинском мемориале. Я очень сильно волновался, очень сильно нервничал, потому что, как вы уже сказали, это мой первый опыт, и я не знал вообще, смогу ли я справлюсь, а не справлюсь. Мне было ужасно интересно, поэтому я, переборов свой страх, решил попробовать. И пока что я ни о чем не жалею. Евгений Кеник прочтет выбранную сказку. Выпускник Московского высшего театрального училища имени Щепкина рассказал, что от работы с ульяновскими музыкантами у него остались только положительные эмоции. Актер признался, что первый раз услышал вживую оркестр на репетиции и остался под большим впечатлением. Музыкальным сопровождением к «Маленькому принцу» станут произведения известных французских композиторов Сен-Санса, Дебюси и Равеля. Красивая красочная музыка, замечательно соответствующая всем событиям сюжета, поможет по-настоящему почувствовать переживания героев и понять смысл этой мудрой сказки. С «Маленьким принцем» мне кажется, что это наиболее удачная компиляция материала музыкального и текста, потому что коротко о главном и что касается музыкальной составляющей, то очень удачные, очень удачно подобраны фрагменты, очень соответствуют тому, что происходит в тексте и сами с музыкантами получаем огромное удовольствие в работе над этим. Изюминкой музыкального спектакля станет песочное шоу. Художница Анна Головская проиллюстрирует на экране все события сказки, движущимися и постоянно меняющимися картинами из песка. В таинственной и увлекательной истории про маленького принца, прилетевшего с неизвестной планеты, и дети и взрослые найдут что-то близкое для себя, и каждого она заставит задуматься о своей жизни. Концерт должен был состояться в апреле 2020 года, но был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. Само представление пройдет 9 и 10 апреля во Дворце творчества детей и молодежи.